Машину не знаю, машину угнали. Торт. Машину не видели? Я подозреваю, что кто-то из вас. Стараюсь, стараюсь, а не вон, сразу дубинкой говорит. Я Лариса Гузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Я поздравляю всех сотрудников полиции с профессиональным праздником и желаю вашим семьям мира и благополучия. Сегодня у нас три жениха. Иван, Владимир и Денис. А невеста у нас Виктория. Вы потрясающей красоты девушки. Спасибо. Личное сведение. Михайлович Виктория Михайловна. Следователь следственного управления МВД России. Старший лейтенант юстиции. Родилась в 1990 году. Уроженка города Ленинграда. Окончила университет МВД с красным дипломом и получила нагрудный знак отличника милиции. Обладает основами рукопашного боя. Свободное время посещает спортзал, бассейн и ходит на танцы. Пропагандирует здоровое питание. Вредных привычек не имеет. В браке не состояло, детей нет. К административной ответственности не привлекалось. Личные качества. Настойчиво, ответственно, коммуникабельно. Для меня, конечно, загадка. Что заставило такую красавицу пойти служить в полицию? Во-первых, это опасно, страшно. Может быть, кто-то из родителей был и вычет продолжаете династию полицейскую? Я первая девушка в своей семье и вообще в своей династии, кто решил работать в органах внутренних дел. Вообще, с детства, в 14 лет я уже осталась без матери. Папа у меня умер в прошлом году. И моим воспитанием в основном занималась моя родная сестра Светлана и моя тетя Таня. Мне очень понравилась она. У меня очень красивые глаза искренне блестят. Почему я решила поступить в университет МВД? У меня школа находилась дальше, там в 15 минут ходьбы. А университет МВД был там в 3 минутах ходьбы. Так, у себя может манило то, что там столько женихов и все в форме, красавцы, без вредных привычек. Ну, больше всего меня манила, конечно же, эта форма. Мне очень нравилась форма. В принципе, сейчас она мне также нравится. Я очень ее люблю. Также я хотела получить юридическое образование, потому что я все-таки ближе к гуманитарным наукам. И, мне кажется, это самое важное в жизни. Ну, хорошо, вот когда вы закончили уже университет и пошли на службу, такое количество женихов неужели никто не тронул сердце? Ну, вот это тоже одна моя история университетская. С первого курса университета я встречалась с молодым человеком. Он был лезгин. Да. Ну, вот, когда мы начали встречаться, значит, он мне сразу сказал, что я против воль родителей не пойду. То есть это было сразу условие. То есть я с тобой попровожу время какое-то, но жениться на тебе не женись? В каком-то смысле, да. А мне было обидно? Ну, он меня очень сильно любил. Если он не собирался жениться, то, как бы, ну, постарался, я считаю. Вы вместе жили с ним или встречались? Нет, мы встречались. Мы в отпуск вместе проводили с ним. А к родителям он вас ни разу не возил, не знакомил? Сколько лет вы с ним были вместе? Мы были, ну, года четыре с половиной. Вы смотрите, вы с ним ведь и расставались. Да. Из-за чего? В последнее время мы длительного времени, мы постоянно, мы могли в день поссориться раз двадцать и опять же раз двадцать помириться, потому что нас очень тянуло друг к другу. То есть мы оба такие эмоциональные, вспыльчивые были. Руки не распускал? Нет, ну, так, чтобы распускать-то не распускал, но какие-то такие драки мелкие были, но это нормально. Ну, оно видно, что классная женщина. А из-за чего расстались-то? Расстались мы из-за того, что у нас там возникла, в общем, такая нехорошая ситуация с сотрудниками ДПС. В общем, они там, можно сказать, решили, что он едет в алкогольный окей за рулем. Ну, вот, и сразу после разборок, ну, еще точнее... Ну, за рулем же были вы? За рулем была я, но это так и не установили мы. А они подумали, что вы просто поменялись, потому что... Они подумали, что мы пересаживаемся, да. Хорошо, но вы же коллега тем людям, которые вас остановили и стали обвинять. Неужели вы на своем языке не могли им объяснить, что, ребят, давайте своих-то... В тот момент мы еще были курсантами. Ну, все равно. Мы не работали. А когда спорят с представителем ГАИ, вот я никогда не спорю. Я всегда на вашу программу приглашаю. Всегда. И все. Ко мне лояльно. Ну, что же случилось? Ну, хорошо. С сотрудниками ДПС у вас возник конфликт. Конфликт. Но с вашим молодым человеком-то причем? Ну, просто это было, как бы, толчком к тому, что его отчислили с университета. И для меня это было, как бы, реальным толчком, что с глаз долой и сердце вон. После этого мы с ним расстались. Мне главное, чайки глаза. Как бы... Угу. Глаза, мне кажется, неудобненькие. Ну, наверное, сослуживцы не дают прохода, вам нет? Вы бы хорошенькая, молодая. Постоянно, да, общаюсь с молодыми людьми, постоянно, там, знакомлюсь, может быть, где-то в клубе, там, и на работе, вообще, в общественных местах. Вик, а какого мужа хотелось? Из своих или, не дай бог? Конечно, я бы хотела сотрудников мужа из органов внутренних дел, потому что только он может, как бы, понять меня, всю мою профессию. А как, в чем же дело? Ну, послушайте, ну, их же там, ну, пруд пруди. Или они на своих не раздежались жениться? Ну, пруд пруди, ну, как бы, в поисках постоянно, как бы, идет отбор, значит. Давайте тогда опишите, за кем пришли. Значит, я бы хотела бы, соответственно, во-первых, чтобы мужчина был, ну, роста там, 180, около этого, значит, спортивного телосложения, вот, значит, чтобы он был умный, в принципе, симпатичный, вот, ну, таких, наверное, все хотят. Ну, соответственно, самое главное требование сотрудника органов внутренних дел, чтобы он меня понимал во всем, что я иногда могу дома не ночевать, потому что я на работе, то есть, у нас бывает суточное дежурство, это, как бы, нормально. Видишь, ее совершенно смущает, такая же профессия, отлично. Судичное, да, дежурство. Судичное, да, дежурство. Ну, вот вы не ночуете дома, муж вам должен поверить на слово, да? Ну, да, это можно легко, да, проверить, позвонить в дежурную часть нашу. И что, каждый раз он должен проверять, и вы будете проверять, или вы абсолютно человек доверчивый? Да, ну, я, наверное, буду искать такого человека, в котором я буду уверена, и, в принципе, мне не хочется его контролировать и проверять. А вот про рабочий момент можно узнать? Вы сидите в кабинете, и там протокол составляете, или ведете, ну, допросы проводите, либо вы выезжаете, там, трупы, кровь, там, и все остальное. Два раза в месяц у меня есть дежурство, я дежурный следователь, и в два раза в месяц я выезжаю по всем заявкам, что происходит в районе. Девушка-карьеристка, в принципе, ее амбиции в месяц у меня есть. Молодость. Тут дело даже не в молодости, все-таки видно, она же закончила с отличием в свой университет. Скажите, а навыки, там, боевые, искусство владеете? Да, да. Вы сможете себя защитить? Ну, я считаю, что мы уже должны к женихам, да, приступать. Ой, жених вам, конечно, нужен, с одной стороны, с таким женским началом, имеется в виду, что он, в общем-то, должен какой-то быть добрый, покладистый, но выглядеть брутальным. Вот сложная задача, Лариса. Виктория, что бы вы ни говорили, что именно ваш коллега будет вас понимать, и с ним вы сможете жить долго и счастливо, я вам хочу сказать другое. Любая профессия оставляет отпечаток. И какой бы мужчина прекрасный и понимающий не был, конечно, он захочет вас видеть в красивом платье, мягкой, понимающей, без вот того самого норова, про который вы тут рассказываете, да? Ну, зачем ему вот такая леди в форме, да, с вами страшно, с вами боязно. Поэтому, я думаю, может быть, поискать среди романтиков, а не среди коллег, если не получится сегодня. Да нет, это однозначно уже для себя принимаю решение, что я хочу именно сотрудник органов внутренних дел. Ну, тогда не удивляйтесь, если рядом с ним однажды вы где-то заметите секретаршу в декортированном коротком платье, мягкую и нежную, которая ему будет стелить розовую посель и лепестки роз, понимаете? Да как вы меняете? Вы сейчас со мной сидите, у вас взгляд жесткий. Ну, это сейчас только потому, что я в форме, когда я одену платье, я уже другая. Ну, я думаю, что она в своем вкусе вообще-то вон. Ты прям довольна, что такая нерезь, да? Ну, я, честно говоря, немного счастлив. Да что так? Уже заранее? В первую очередь она легкий близнец. У вас прекрасный градус солнца, который говорит за то, что вы человек переменчивый, реагирующий на ситуацию здесь и сейчас, то, что происходит именно вот в текущий период. Вы даже не всегда заглядываете в будущее и в прошлое, хотя прошлое играет огромную роль. Семья, вы патриот, вот. И благодаря этому действительно достигнете очень больших вершин. Близнецов у меня ни разу еще не было вообще. Знакомьтесь с первым грехом. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, Виктория. Здравствуйте. Хорошо. Это вам. Спасибо. Очень приятно. Валимыч. АПЛОДИСМЕНТЫ Личные сведения. Гусев Иван Игоревич. Старший дежурный по этажу специального учреждения временного содержания иностранных граждан УФМС России. Прошлая должность участковой. Сын инспектора ДПС и сотрудницы электроподстанции. Родился в 1985 году. Уроженец города Москвы. Личные качества. Стрессоустойчив, дисциплинирован, подозрителен. Играет в футбол, любит историческую литературу и путешествия по России. Нетерпим к представителям субкультуры. В браке не состоял, детей не имеет, к административной ответственности не привлекался. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Валерий Курас. А вы к нам приходили уже в качестве свата. Да? Я еще тогда заметила, что вы буквально сканируете невест. То есть у вас навыки профессиональные пригодились в той ситуации. Как вам невеста? Честно говоря, девочка вроде хорошая. Начала думать, как-то соображать по жизни. Но все-таки прошлая жизнь сказывается. Я бы не посоветовал. Пользовались когда-нибудь служебными моментами, служебным положением? Знакомились с подзащитными? Нет, не подзащитными, а как подследственными? Нет, нет, подопечными. Подопечными, ну расскажите. Ну да, был у меня в жизни такой историей. Девушку одну вызвал для опроса. Что-то так пообщались с ней, посидели. Ну, конечно, свои обязанности сделал. Приглянулась. Решил, думаю, дай-ка позвоню потом еще. Ну, так вот завязалось потихонечку отношение. А она, как вы считаете, из страха шла к вам на ваше первое свидание? Думала, да ну его связываться, лучше схожу. Или тоже вас заинтересовало? Да нет, заинтересовалась, конечно. Красивая. Конечно. Ну, через сколько вы пригласили ее пожить? Через несколько месяцев получилось, там через 2-3 месяца. А, ну так сказать, в планах было жениться после пожить? Да. Были, конечно, такие планы всегда есть, но они сразу не озвучиваются. А девушка чем занималась? Пока без работы сидела. Вас это устраивало? Ну, как сказать, в принципе, тогда по молодости еще можно было. Но я ее все-таки заставлял искать эту работу. Ну, что-то... Ну, может быть, она не работала, но зато, когда вы приходили со своей службы, она вас поражала там, изысканным ужином, уютом, фантастическим в квартире. Было такое? К сожалению, не всегда. В очень редких случаях, видимо, когда что-то у нее в душе там трепенется, она что-то решит сделать. Раз в полгода? Ну, типа того. А что вас встречало тогда? Ну, встречало, лежит в кровати, как вот, не убран, не постиран. Я похожу порой заведенный на нервах по работе. Есть нечего? Да, есть нечего, приходится самому готовить. По квартире куры ходят, змеи ползают. Да, ежики бегают. И, учитывая, что она сказала, что ей, она сама не хочет контролировать своего мужа, а он явно будет его контролировать, я думаю, что у них не получится. Не сойдет с характером. Да. И сколько вы с ней провели времени? Ну, после того, как съехались, больше года. А что потом случилось? Когда вам поднадоели все эти ленивые моменты? Именно когда надоели уже эти моменты, все-таки у нас произошел очень серьезный скандал, после которого я объяснил, что если она хочет дальше продолжать лежать на диване, на кровати, пусть делает это у себя дома. И, как бы, припроводил за дверь. Я думаю, что девушка все-таки должна себя в первую очередь реализовать. Если у нее не будет реализации своей энергии, то в доме что начнется? Да, у нас скандалы. А тут через какое-то время звонок от нее. Ну, конечно. Я говорю, что Вань понесла. Будет у нас с тобой ребеночек. Вы поверили? Я сначала, конечно, поверил, рассказал. Обрадовался? Конечно, обрадовался. Ну, ввиду ссоры, принимая во внимание то, что потенциально такое возможно, с женской стороны, вести мужчину в заблуждение по поводу беременности, я все-таки решил проверить, конечно. Нет, а тут, когда вы уже решили с ней встретиться, странным образом с ней случился выкидыш. Да. Ну, как это всегда и бывает. Да, да, да. Вы ее пожалели? Она же на вас свалила говорить, что это она из-за стресса потеряла ребенка. Да, она так вся переживалась, якобы изнервничала, что у нее там ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько мы таких историй Роско знаем, да? Не сомневаюсь, что у вас их было много. Но я все-таки решил информацию эту проверить. С ее же слов узнал, в какой больнице она лежала. Приехал туда. В справочной мне сообщили, что такой девушки у нас не находилось. Ни с какими диагнозами. Ничего. Вы к ней с допросом? Ну да, я позвонил, пока делами занимался. Созвонился, говорю, справочку подготовь. В какой больнице-то лежало, чтобы у тебя был именно тот факт. Да, да, да. Завтра, завтра, завтра. Все. Ну, уже как-то надоело. Справочку подготовь. Ой, мой женой. Вот это... Справочку подготовь. Справочку подготовь. Нужная информация. С облегчением расстались? Нет, конечно. Очень тяжко. Еще долгое время я переживал за этот момент. Ну, как бы мы первые сегодня отношения. Хотелось бы сказать, ну, дурочка, ну, не знала, чем вас вернуть. Была ложной беременностью возвращалась. Ну, вот тогда у меня... Ну, понятно. Такого быстрого момента прощения не было. Я тут поиграл-то. Ну, я же сейчас в молодежь пошла, понимаешь, моложусь. Ты что сейчас будет? Все по-взрослому сейчас будет. Сынок. Глаза смотреть не. Сюда, сюда. А что ты мне-то светишь? На меня вот надо направлять. Вот какая ты! Не мешай мне допрос вести. Так, ну, про вас я все знаю. Меня другие вопросы интересуют. Ты мне скажи. Болеешь? Чем? Ну, как? Гастрит, холецистит. Вы едите плохо там. Я не знаю. Постоянно на улице холодно. Бубенчики, может быть, застудить. А еще в сериалах они все время выпивают. Во! Чем болеешь? Справку принесешь? Конечно. Полное обследование. Могу принести то, что и болеем, и не болеем. А на самом деле мы ничем не болеем. Как ты вы, что, не люди, что ли? Я нельзя болею. Болеете? Нет, болеет, надо проверить. А то ты тут запланировала себе за полтора года. Три года работаю. Можно вообще не дождаться. Второй вопрос. Готов. Нервы в порядке? Абсолютно. Эх, ладно, не буду я тебя по коленке бить. А что, можешь попробовать? Проверять. Сейчас проверим. Молоточка нет, а у меня свой молоточек есть. Ну-ка, сама разворачивайся. Нога на ногу. Ну так, присядь. Вот. Нет, так не надо. Ты не можешь. Ой, плохой ты, следователь. Не так. Глаза закрой, руки вытянь перед собой. Ага. Теперь кончик носа. Второй. А теперь глаз. Кому? Родит. Себе. Лохи. А по ноге вот так, присядь. Нога на ногу. А-а-а! Выдыщи. Молодец. Молодец. Саратистка. Не боишься, что тебя такие эксперименты ждут? Ты готов? Я абсолютно готов. Ну, абсолютно здорово. Готов в космос пройти прямо сейчас. А вы же не хотите из своих-то? Чего из своих? Чего сейчас растаял? Прямо растаял, как этот, как блин. Ну, о чем я говорила. Вам не нравится как раз служивица? Да. Не, на самом деле, я особо не люблю, потому что профессия, конечно, со временем человека короткий, женский. А вот расскажите про отпечатки, про издержки. Расскажите про своих коллег, про женщин. А тут вот сидит вот такая красавица у нас. Головый марш. Ну, в качестве расставления скажу, что начинают очень грубо себя вести. Делать вид, что они у нас самые умные, самые смышленые. Раз работают в органах, дерзкими становятся. Но уж извиняюсь, практика жизни показывает. Хотя люди остаются тоже много знаменимыми, которые людьми, то есть девушками. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. У вас есть три бонусы, помните, да? Да. Семейная традиция, скелет в шкафу и минута наедине. Ну, думаю, семейная традиция, если мы все-таки вместе окажемся, я ее узнаю, так? Молодец. Скелет в шкафу. Ну, это не так интересно. Все-таки хочется, наверное, наедине побуть, чтобы так сказать. Пожалуйста, разрешаю. Понять человеку. Спасибо. У Ивана взгляд очень подозрительный, колкий, изучающий. И не всем эта девушка может понравиться. Может быть, это и есть основная причина, что он в 29 лет один? Возможно. Дело в том, что у Ивана достаточно избирательный взгляд в отношении, ну, каких-то, может быть, моральных, некоторых этических моментов в отношении, в том числе и женщинами. Я считаю, что он несколько, ну, традиционен в своих взглядах. Для меня вы, наверное, прошли летели. Ну, наверное, я все-таки иду прошу. Ну, да, да. Значит, настроены ли вы на серьезные отношения? Да. Да? Как давно хотите завести серьезные отношения? С 18 лет. С 17 лет? Ничего себе, и до сих пор не складывается, да? Ну, получается, да. Ну, как вы считаете, еще по какому причину? В обоих. Как отрываетесь? Вы же молодые. Куда ходите? В клубы, спортом занимаетесь? Нет, вы знаете, мы с Иваном, так скажем, с юных лет общаемся и предпочитаем загородный отдых, часто с ним выбираемся. Футбол, пинг-понг, фитнес. Ну, понятно. Маловато. Маловато, хороший знак. Значит, девушка понравилась. Наверняка вы приготовили еще и сюрприз. Конечно. Как же без него-то? Пожалуйста, а мы давайте полюбуемся на него. Давайте. Интересно, что он приготовил. Сюрприз. Ничего себе. Ну, смотри. Чтобы этот торт, так скажем, напоминал тебе всегда обо мне. И когда ты увидишь такие машинки, красивые, симпатичные, с мигалочками, чтобы жизнь тебе казалась все-таки повкуснее. Спасибо. То есть всегда-всегда, но его есть не должна этот торт? Память его сокладывается. А, ну, удобный? Сюдобный, конечно. Удобный торт. Худой, стройной девушке дарить торт – это опасно. А тортик туда давайте. Куда давайте. Подальше от вас. А почему-то от меня-то. А я вообще на диете. Я тоже, кстати, на диете. Все, иди, иди. Спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо. Ну, не трогай, не трогай. Чего не трогай-то? Не тебе подарили. Ну, ладно. Говорит, пощупать надо. Девчонки, понравился вам Иван? Хороший молодой человек. Мне кажется, он очень добрый и такой семьянин. А вот то, что он семьянин, вы по каким таким его рассказам поняли? Ну, мне кажется, он уже готов к семейной жизни. Я пока только поняла, что у него требования к женщине, чтобы она была хорошим семьянином, чтобы и работала, и дома, чтобы было все замечательно, прекрасно. Так все хотят. Да? А вам как? На мой взгляд, Иван, он очень подозрительный будет в отношениях. А Виктория, наоборот, она уже озвучила это то, что ей нужен молодой человек, с кем она будет чувствовать доверие, чтобы и он ей доверял, и она ему доверяла, чтобы невозможно. Конечно, девочки, поверьте, это невозможно. Когда вам будет за 78, появится доверие. Пока вы такие молодые, то любое отсутствие дома будет вызывать подозрения. Вообще, честно, я пытался посмотреть, мне кажется, что девушка так мило улыбалась, весьма приветливо, то есть у нее было какой-то колкости и иронии. Ой, да мне Ванька понравился. Единственное, у него ко мне какое-то неправильное предвзятое отношение. Наверное, это мой удар по коленке, его сразу так меня вкатерило в категорию. А что, так это... А что, я и протортила, а он говорит, нечего. В конце концов, ко мне можно было и по-по-по... Ну, и тебе подарок. И что, а я старшая, старикам у нас везде почет. Жадно, что ли? А то я подумаю, что жадина, довядина. А так он мне понравился, хороший. Не сломи мне галку, Розе. Господи, она же теперь выпьет кровь из вас из всех. Как тебе кажется, и торт понравился? Да. Как тебе? Ну, в первую очередь, Иван, вот Роза спрашивала, там, здоровый или нет. По карте человек очень живучий. Здоровье у него отменное. В ваших отношениях брак может принести для него подъем, рост успеха. Но вы всегда останетесь для него тайной. То есть, вот, что-то, может быть, он в вас не уловил. И наверняка вы что-то в нем не уловили. Но он все равно встретит на работе. Вот хочет он этого или нет, но женщину встретит на работе. Кто там сомневается в этом? Что-то я вообще... Глобочка? Виктория, проходите, знакомьтесь со вторым жеником. Привет. Меня зовут Владимир. Тебе очень идет форма. Подчеркиваю цвет твоих глаз. Очень красивая улыбка. Спасибо. Приятно познакомиться. Это мой подарок тебе. Меня зовут Владимир. Спасибо. Виктория, очень приятно. Очень приятно. Пойдем. Проходи. Алексейенко Владимир Павлович. Оперуполномоченный по борьбе с кражей чужого имущества. Лейтенант полиции уголовного розыска. Специализируется на поиске угнанных автомобилей. Раскрыл более 50 уголовных дел, в которых вина преступника была доказана. Родился в 1991 году. Уроженец Нижнего Тагила. Личные качества. Пунктуален. Покладист. Исполнителен. Каждый вторник и пятницу занимается самбо. В браке не состоял, детей нет. К административной ответственности не привлекался. Дорогие ведущие, хотел бы остановиться, чтобы познакомиться. Это небольшие комплименты из города Нижнего Тагила, собранные в Москве. Большое. Дорогоценности? Какая прелесть, какая красота. Молодец, смотри, какие подарочки. Молодец с подарками. Это приятный молодой человек, кстати. Вы такой симпатичный, молоденький, 24 года, женатый не был. Детей тоже нет или был женат? Нет, не был. Детей нет. Не довелось, к сожалению. Почему к сожалению? Пацан, 24 года. Я не знаю, все равно уже детей-то охота. Правда? Ну да, в будущем. Но я знаю, что у вас были серьезные отношения. Да, были у меня серьезные отношения, получается. Пять с половиной лет они продлились. С первого курса института практически. Познакомились с девушкой. То есть в институте вместе учились. Три месяца постречались, начали жить то у ее родителей, то у меня. Ну, в то время было сложно. Я работал в автосервисе, как бы, ну, обеспечивала. А в браке вообще вопрос не стоял, наверное, да? Ну, как? Стоял вопрос. Она хотела свадьбу. Но я еще был не готов сначала. Хотел построить, ну, так скажем, фундамент, квартиру создать, отремонтировать, машину. Потом уже карьеру какую-то небольшую, хотя бы первое время почву. А потом уже о свадьбе говорить. Ну, и когда это все у меня произошло, я созрел. Я сделал ее предложение в Москве. Также она согласилась, плакала. Говорила, что как я решился на такой шаг, что я серьезно. Я знаю, что Володечка, она была барышней ветреной. Не то, чтобы она вам изменяла, но, в общем-то, подозрения у вас были. Ну, не ветреная она была. Я не могу так сказать. Она мне не изменяла, да? Все правильно вы сказали. Были у нее, то есть, тянула какой-то, может, ее к другим мужчинам. Вот так скажем. Тогда откуда вы уверены, что не изменяла, если ее тянула? Ну, я люблю контролировать. Но я считаю, что мужчина все-таки должен быть выше девушки. Однозначно. Абсолютно согласна. Хотя это сугубо моя личная мнение. Мне кажется, ей подходишь ты. В общем, искать отношения на стороне. Да, немножечко. Вам замену. И тогда вы немножечко струхнули и позвали ее замуж. Нет, я ее любил, я не струхнул, я не могу так сказать. И были у меня в голове, конечно, мысли и бросить. Вы стали готовиться активно к свадьбе, да? Вкладывать деньги. Да. Ну, как всегда, это хлопотно. Положили, оплатили все абсолютно, кроме платьев и костюмов. Ну, напоследок остали, чтобы там уже... Скажите, а уже червячок в сомнении завелся в душе? Понимали, что... Я чувствовал, чувствовал, да. Ну, надеялся на лучшее, как, не знаю, другую, любую мужчину. Я ее любил. Она кто? Следователь. Она следователь? А он тоже сотрудник из органов. Правильно? В следствии этой мечты. Да. В общем, у нее пропал ко мне интерес, и у меня немножко тоже... А зачем тогда свадьба? А сколько так начало уже? Ну, уже... То есть, уже было тебе... У вас стало жалко, да, что вроде бы... Да нет, мне жалко. Почему? Я пришел конкретно уже с работы, это было после суток. Она плачет, говорит, я не могу с тобой жить. Просто нет у меня там ни тяги, ни любви. Просто не хочу, и все. Нет, говорю, ну, смысл тогда все это было начинать? А потом вы продолжали жить в одной квартире, но близости не было, да, по 2-3 месяца? Странно, в таком возрасте. Ну, скажем, ну, уже это привычка, да, может, вошла, как бы... У я здоров, проблем нету с этим, если кто-нибудь там подумает. И поэтому, не знаю, вот она захотела уйти просто. Нет, но до этого вы купили машину все-таки, да? Да, купили совместно машину, то есть... Когда началась вся эта дележка вообще, она мне заявила, что она не хочет со мной делиться вообще ничем. А вы так думали или нет? Или по-другому? Ну, честно, это деньги моим трудом, которые, когда она там, допустим, я работал в автосервисе, она не работала, обеспечивал я ее полностью, могу на 100% сказать. Она не понимала, что вы можете просто, пользуясь своим положением, забрать эту машину, и она ее не увидит вообще никогда в жизни? Ну, это тоже она понимала, конечно. Я ей сказал сразу же, я говорю, либо делим, либо, говорю, ты никогда не увидишь эту машину, и все. Мирно расстались? Поделили машину? Ну, расстались, да, мирно. Я отдал 350 тысяч за нее. Ну, делешь машины, честно говоря, мне кажется, это как-то мелочная. Сюда, сюда. А, все понял, смотрю. Очки забыл, солнцезащитные еще. Алексейенко Владимир Павлович, вы? Так точно, я. Вы. Очень хорошо. А вот я вижу у вас две звездочки, а у невесты у нашей три. Как, что делать будем? Цыплят по осени считают, правда? Ну, это не столь важно, 500 рублей к зарплате все выдашь. А то, что у нас невеста на год старше? Это еще лучше даже. А жить на территории жены? Жить на территории жены. Ну, у меня, в общем, в городе Нижний Тагиль есть своя квартира. Нет, ну, это понятно. Есть машина, да. Квартира не передача? Есть, ну, я ее преданное перечислю, есть дача, так сказать. Подожди, сынок, продавайте, что ты написал продавать, еще неизвестно. Вон, одна у тебя уже доставилась от тватьбы. Машину у тебя оттянуло, как говорится, какой ты доброй-то. Хотя глаза у тебя, да, добрые. У меня добрые, да. Близнецы все добрые, я же тоже близнец. Вот у меня написано, жена должна подчиняться во всем своему мужу. Во всем в чем? Да, мужик должен быть мужиком, чтобы... Правильно. Домой пришел? Нет, ну, не до такой степени, что там она сидела, там, в наручниках, допустим. Ну, зайчик, я тебе там приготовлю. Ну, иногда это неплохо, неплохо. Главное, чтобы они были с шоколадом. Главное, чтобы наручники были с шоколадом. Нравишься-то мне. У вас осталось два бонуса, дорогая моя. Средствия с шкафом и традиции семейные. А я хотела бы опять минуту вместе. Минуту вместе? Ну, давайте, сегодня у нас праздничная программа, проходите. Девочки, а вы вместе работаете? Нет, просто подруги. Мы его узнаем очень давно и как... Ну, парень хороший, да? Да, как его друзья, можем сказать, что со стороны их отношений действительно было наблюдать интересно. Он ее всегда старался удивить. Ну, в какой-то момент, да, почувствовалось, что или она охладела, или у него уже не было такого запала в отношениях. Как считаете, нагулялся? Да, 24 минуты. Не будет юбки провожать короткие, алчным взглядом? Нет, но у нас не такой совсем. Он такой хорошенький, мне кажется. Он даже нам сейчас говорит, что его уже девушка впечатлила, и глаза, и улыбка. Давно такого не было. Да? Ну, хорошо. Ой, ну, прям как в бабском гарнизоне. Да? Ну, меня смущает когда с девчонками. Ну, что у него, в Москве рук, что ли, нет? Ну, не смог один. Все бизнесмены, все работают. Если ты останешься, мы с тобой отдельно поговорим, как бы. Нашу работу нравится. Ну, честно, так. Периодами. Периодами. Да, это сложная напряженность. Конечно, работа. Ну, в принципе, интересно. Интересно. А тебе? Тоже очень бывает интересная работа, особенно там доказывать вину тех, кто не признает, как бы загонять их в тупик. И когда они все отдаются. Вот, я думаю, получается. Вот это вот как удовлетворение приносит. А так, ну, из-за того, что очень много тела, иногда по всем просто не можешь отдаться на сто процентов. И вот в этом какие-то свои сложности. Вот эти пробные браки. С одной стороны, я за пожить. С другой стороны, редко чем это в хорошем заканчиваем. Поэтому пусть женится. Володечка, а сюрприз подготовил? Да. Покажете? Покажу. Только мне для этого нужна Виктория. Ну, так забирайте. Конвоирование будет сейчас. Обезоруживание. Я тебе хотел бы показать, может, мы с тобой повторим пару рукопашных приемов с тобой. Хорошо? Я должна начинать? Нет, ты должна просто расслабиться. А, да, я и что делаю? И представить, что ты просто жулик на данный момент, за которым я охочусь и который хочет достать у меня пистолет. То есть первое, что... Мне нельзя сопротивляться? Да нет, можешь сопротивляться. Но ты меня тут не убивай, ладно? Не убивай, да? Кто-то больше меня... Смотри, первое, что рычаг руки наружу, помнишь? Задержание рывком не помнишь? Но я тебе покажу. Где-то делаем мы под шаг. Потом наносим расслабляющий удар. Хватаем руку твою. Загибаем. Расслабляйся. Расслабляйся, да? Бьем в плечо и тебя вводим в задержание. Ты можешь на мне показать, да? Забьтесь, пожалуйста, у нас технический стол. Свет прибор будет. Ты что, ты меня выводишь куда-то? Вывожу. А сейчас будет некий прием? Так, давай, да, следующий, следующий тебе прием. Возьми нож. Ты сейчас будешь на фигуру, не с ножом. Наносишь удар снизу. Наноси удар. Мы блокируем твой удар. Я перевожу тебе руку в задержание. Держу твою запястку вот так. И начинает тебя валить. То есть ты должна выкинуть ножик. Вот это неправильно вообще. Он ты лошара. Смотри, что делать. Ну, волнуйся, человек. Спасибо большое вам. Проходите. Девчонки, забирайте своего товарища. Давайте, провожу. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. И за ручку подержался. И как ее осиночку там заломил на сцене. И покрутил ее всяко. Без хитростей. Очень классный молодой человек. Показал суперский прием. А тем не менее, куда делся мой торт? Кстати. Торт. Ну, его, наверное, забрали, чтобы он не растаял. Я тоже не понимаю. Кто забрал? Наверное, Роза. Кто на него? Кто тут угнал? В смысле? Мне поможете найти машину? Нет, давай посмотрим. Нет, а серьезно, а где машина? Я думаю, что его Роза. А тащи буквально на жидко. У меня тоже. Я на теле вообще сижу. Ты чего вообще? Можно посмотреть? Нормально. Посмотрите. Я его прямо тут держу. Можно приподняться? Это, наверное, кто-то из персонала. Приподняться? Я пойду, что ли, приподняться. Я что, сижу на тортке, что ли? Ну, мало ли. Я пойду, посмотрю. Можно? А можно, можно? Вы сидите. Можно, можно, дорогой. Ты что? Сейчас он все нам найдет. Машину не знал. Машину узнали. Торт. Да. Машину вы видели? Я пойду. Давай посмотрим сейчас, куда он мог геться. Я подозреваю, что ты из вас сделал. Ну, разложил по автоугону специалисту. Короче, по опыту знаю, что когда дали такую тачку, ее надо переберем перекрасить. Любит женщин очень ярких. У него Марс Суинира и Юпитер в Альве. И точно так же, как вы, готов достигнуть успеха в любом деле, которым занимается. Ну, слава Богу. Так, пока у нас машинка ищется, я вам предлагаю познакомиться с третьим женихом. Проходите. Привет, Виктория. У тебя очень красиво. Привет. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Ой, какой шустрый. Проходите. Личные сведения. Куликов Денис Викторович. Сотрудник МВД. Старший лейтенант полиции. Родился в 1990 году. Уроженец города Мичуринска, Тамбовской области. Личные качества. Амбициозен, креативен, скрытен. Проводит много времени на службе. Играет на гитаре, барабане и гармошке. Увлекается психологией. Не курит. Выпивает по праздникам. Избегает необразованных и неопрятных людей. В браке не состоял. Детей нет. К административной ответственности не привлекался. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Если вы решите меня после программы арестовать, я не буду сопротивляться. Красавец. Чего уж там. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще-то это гримёрка Розы с Тамарой. Я не буду её смотреть. В любом случае. Я просто зайду, посмотрю. Ладно. Тогда я давайте... Откройте, пожалуйста, двери. АПЛОДИСМЕНТЫ Ключ, наверное, да? Они тут ещё подобрали. Всё, спортсменная. Ну? Хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Отношения серьёзные были с девушками? Да, были отношения. У меня было тогда 20 лет. И ей 18. Я встретил... Зашёл в кафе покушать вечером перед спортзалом. Да. И посмотрел. Она сидела со своей подружкой. Я посмотрел. Она мне очень понравилась. Я не мог просто так уйти. Я передал записку... А вы были в форме? Нет. А почему сам не подошёл? Ну, как бы не очень тактично. А чем зацепило? Это даже не внешность и там внутреннее какое-то чувство. Что ваше, да? Да. Вот что-то так подцепило. Просто раньше такого, грубо говоря, не испытывал, да? Но это вот в вашем случае прямо была любовь с первого взгляда. Да. Именно любовь. Я думаю, что да. Как развивались отношения? Очень сложно. В плане того, что она говорила, что ты друг. Может быть, она была... Хорошо, Денис. А это вы были к тому моменту свободны? А может быть, у неё кто-то был? Нет. Может быть, она была в любви? У неё тоже никого не было. Я пытался всяческими разными способами добиваться, то есть, проявлял какую-то креативность. Вот она ни в какой... Наши встречи, да, всегда сопровождались, то есть, подарками с моей стороны, то есть, знакомое внимание. Она ваше внимание принимала, но в ответ ничего вам. Абсолютные нули. Да. Чей это стол? Вот здесь. Вот. А вот это Тамары, Глоба, а это... Понятые, пройдёмте. Я не понимаю, что происходит. Это... Вряд ли это... Не думаю, что это... Розалия могла сделать. Чьи это? Чьи это? Розы. Ёсток. Так, смотрите, понятые, что вы видели, чтобы... Как мы упаковываем. Это... Вообще, я не понимаю, что происходит, не думаю, что... Это... Думали, всё так просто, что... Ой-ой-ой. Денис, я всё-таки подозреваю, что у неё кто-то был. Не может, свободная девушка так не реагировать. Ну, мне кажется, чисто визуально они не подходят на другую. Надо посмотреть дальше, что покажете. А вот им и тортик нашёлся в виде машинки. Молодец. Володечка, молодец. Буквально изо рта у кого-то выхватил, наверное. Почти. Спасибо. Только протокольчик не... Это ещё не всё у нас. Роза, это ваше? Ой, что-то я плохо вижу. Не знаю, не знаю. А где нашли-то? Ну, весело, наверное, вам сейчас. У меня к вам будет пару вопросов. А почему это? А где нашли-то? На месте совершения преступления. Смотри, Роза, скажи, что твое. На месте какого преступления? Там, где был обнаружен торт. А где он был обнаружен? На вашем гримерочном месте. А мы там с Тамарой Клобой в этом. Это напротив. Машинка? 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 Молодец, супер. Со мной пойдёте в отдел. С вами пойду. С вами, куда хочешь, пойду. У меня и наручники есть, и дубинка, и всё, что угодно. Ой, скажи, а не наручники. И дубинка, и дубинка, и дубинка, дубейте меня, пейте меня. Я обалдю. Роза, если он тебе один, он сейчас ударит, и рассыпешься. Ты не говори. Конечно. Что ж ты, дитя? Ладно, девушке, всё, что? Подставляешься. Ну, ты не уходи далеко, ладно? Хорошо. Спасибо, сына. Я к тебе вернусь. Мы ещё в любом случае с вас объяснение будем брать. И я в кустовинной. Я с удовольствием. Слушай, умничка, вообще просто молодец. Ну как? Я даже не думал, что это... Но мы не сомневались в тебе. Денис, а чего не хватало в тех девушках, с которыми у вас не сложились серьёзные? Я очень чувствительный человек в плане внутренней энергии человека. То есть если с точки зрения логики, да, убедить меня там полюбие этого человека или общаться с этим человеком, то есть меня тяжело убедить. И поэтому нет, наверное, не цепляло внутри. Вам Виктория нравится? Очень. Не смешает, что коллега? Нет. Можешь его даже не рассматривать. Мы уже оценили остановку. Меня тут обвиняет. Мы сейчас тоже продолжим. Допрос от меня чуть-чуть. С пристрастием. Ой, как красавчика. Да что ты? Хороший какой. Не смущайте меня. Ты же песни поёшь? Да. Ну-ка спой. Без вопросов, так точно. Какую? Давай хорошую такую, что прямо. Наша служба и опасна, и трудна. Эх. Ну давай, давай, давай спой. И на первый взгляд как будто не видна. И... Надо слова знать, сынок, надо знать слова. Ты хороший, хороший он. А не рано жениться, Денис, а? Прям как сына моего. Нет. Не рано? Нет. У вас бонус всё тот же, свидание на Денис? Ну, проходите, а мы пока что болтаем. Хороший парень, правда? Очень хороший. Хороший, очень добрый. И очень надёжный. Очень надёжный. Послушайте, а какой верный, даже верный своей мечте влюбился в девушку, с которой ничего не было. Полтора года для этого возраста, это же колоссальный шуток. Денис – это вымирающий вид. Да, настоящий принт. Ему нужна такая прекрасная принцесса. А вы уверены, что она как раз не смущает то, что она коллега? Нет, совсем не смешает. Тебе нравится творчество? Да, я очень люблю творчество. Предполагаю, что ты поёшь. Ну, я периодически могу петь, люблю танцевать, вообще люблю веселиться, в принципе, и для меня работа – это очень важное в моей жизни, как бы дело, но тем не менее, всё-таки я стараюсь… Надо не забывать о своих, во-первых, искать интересах личных. Да. Видишь, и торт она пожалела прямо. Да что, что такое? С ледока вызвала-то, представляешь, а? На программу пришла. На программу пришла. Унизила, да. А он ещё наручниками грозился. Роза, давай я тебе тортик закажу, а? И тупинкой. Хочешь сама испеку? Курочка моя. Уж за восемь-то лет почти. Вот, ну ты одна меня понимаешь. Давай я тебе, правда, низкокалорийный тортик и стеку. Давай. А это прямо слёзы уже, наверное. Ну, честно, прямо отлично. Ну, конечно, Роза. Да не говори. Да. Стараюсь, стараюсь. А не вон, сразу рубинкой говорит, с наручниками. А может, это действительно Тамар? Почему сразу по-моему, Тамару никто не думает? Тамара приличная женщина. А я какая? А, Денис, сюрпризик показать сразу? Сюрпризик, да. Пожалуйста. Что вам для этого нужно? Честно. Честно. Как тебя покажут. Никогда не подумал, что он работает в полиции. Какой-то он на промышленность. Да и музыкант куда-нибудь идти. Холодные ветра под улей севера Смотрю на жёлтый, закат осенний Птицы стаями улетают на юг Ну, а я с ветрами останусь тут Холодные ветра под улей севера Смотрю на жёлтый, закат осенний Птицы стаями улетают на юг Ну, а я с ветрами останусь тут Соло-гитары в ночной тишине Напевают струны о любви и мне Ну, так скажем, этот, как они называются? Туорфическая личность Холодные ветра, подули севера Смотрю на жёлтый закат осенний Птицы стаями улетают на ют Ну, а я с ветрами останусь тут Спасибо Ой, красивый, романтичный, без вредных привычек Просто мечта, а не жених Забирайте своего друга в свою комнату Елена и Дарья, вам прямо взгрустнулось, я смотрю Завидно уже Позавидовали, небось Да? Наоборот, мы рады, что достойный кандидат Для Вики А ещё бы! Конечно Шикарный букет, очень обаятельный Производится, самое главное, что высокий У Вики есть небольшой пунктик по этому поводу Высокий и красивый, и молодой, и в Москве живёт И перспективный Ну, как ты, как ты, как ты У него имя, как у моего сыночка Меня это сразу прямо располагает Красивый он, поёт, как красиво Профессия такая мужественная Молодец, я прямо это А вы за мужем должна, жена, бежать-то А не наоборот Знаете, вот такие вот точно Вот, позвонила бы, я бы ещё сама за ним побежала бы Так что не пробросайтесь Знаете, хороший парень С абсолютно Устроенной жизнью Неискалеченной Не травмированный в детстве Как-то вот у него всё хорошо И хотелось бы, чтобы и в браке у него всё сложилось Какой-то он удивительный Очень понравился Просто блестящий молодой человек Я думаю, у него из карьеры будет всё складываться Он последовательный Мне кажется, он терпеливый, упертый, настойчивый Что в вашей профессии немаловажно Тамарочка Венера в весах То есть эстетический вкус очень сильный У человека Он будет вас всю жизнь вот так зажигать И поддразнивать немножко Понимаете, да Может быть, хорошее преуспеяние совместное Вот Может быть, взаимопонимание сильное Но периодически споры Из-за некоторой разности во вкусах Вот Но будет подталкивать к действию Ого Я себе новую ногу знаю Вот видишь Можете пока посоветоваться Самый, боже, ботен Денис Денис, ты в Денис? Ты в Денис Определенно, Денис Посмотри, шикарный какой букет Мне тоже хочется Денис? Он в Собби Вы, возможно, шумную машину Если меня в жизни угонят машину Кто её будет искать? Это всего лишь торт Я даже не знаю Владимир или Денис Девочки, что решили? Вике советуем третий вариант Но выберет она, наверное, как сердце подскажет Как вам? Да, мне определенно больше понравился Денис Я знаю достаточно хорошо Викторию И он полностью подходит под типаж идеального человека для Виктории Для её семейной жизни Ну и к тому же букет шикарный А я бы вам, как это ни странно, посоветовала бы Владимира Если зайдёт, ты выйдешь Ты же можешь отказаться Да Подумай Мне кажется, вот Денис как раз из тех людей, которые коллегу не ищут Ну совсем он Да, вот у него он слишком романтичный И для него будет важно Дело не в этом Для него будет важно разделить работу и дом А вы будете ему всё время на этой работе Как она мне сама говорила на личной встрече То, что она разделяет работу и личную жизнь Да Что-то не сходится Что-то не сходится со словами Показания, понимаешь? Но она сейчас просто На деле-то не подходит Она ещё не понимает Чаще всего мы выходим за тех мужчин, которые добиваются нас И мы и определяем своего мужчину по тому, кто активнее Слушай, а Владимир даже пошёл на ссору с тобой Вот, поэтому да Ради вас Да Я за Владимира, хоть он мне Ну, хотя, в принципе, я к нему ничего такого Это он какие-то ко мне претензии всё предъявляет Но тортик-то стырила, Ростя Чего уж там Доказать ещё надо А ещё неизвестно Он ещё неизвестно стырил Я, может, я только, как говорится, участник А есть заказчик Понимаешь, можно и дальше копнуть Ещё неизвестно Поэтому уж очень он старается Но раз старается, пусть он вас и берёт Тамарочка, звёзды Владимир открыт для вас Это открытая книга И вам легко будет, как брату и сестре, буквально продвигаться вперёд Денис – человек, с которым вы можете преуспеть Но будут и слёзы, и радости Поэтому из трёх вариантов выбирайте Ну вот Мы в любом случае вас поддержим Кому бы вы ни пошли Поэтому проходите Вам удачи в выборе Первый, первый, первый Нет, трёх Первый, первый, первый Львее, львее, львее Нет, к третьему Львее, да львее Была тут у нас одна тоже тётя Ага Смерть Вот детей хотела Ой, ужас Сам факт в том, что Кто хочет детей, сразу отметаем Правильно, потому что Она сначала ребёночка родит Потом пропишет его в вашей квартире Да Ещё потом делить всё будет Да не говори И на алименты ещё подат О чём-то речь, конечно Я предлагаю всем выйти из своих комнат И поддержать Викторию АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я шутка Да Хорошо, у меня было в сравнении Но всё-таки я определилась И ты нашёл мою машину Мне очень приятно Прогодится И оказался и достижение, навыки В общем, я выбираю тебя У нас есть пара Виктория и Владимир Если вы одиноки Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я Лариса Бузеева Желаю, чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, пожелимся Удачи Рада за вас С праздником Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин